Зато в английском языке уже появляется масса трактовок, то есть у них это и талант и человек обладающий этим талантом. И вот я думал, какая же взаимосвязь. В принципе, если мы хотим в чем-то разобраться, мы должны посмотреть, как это вот в истории происходило. Взаимосвязь, мне кажется, такая. То есть раз корень общий это род рождения, но причем мы же понимаем, что рождение человека дарования новой жизни – это дело рук Божьих. И в этом смысле, мне кажется, гениями как раз стали называть тех людей, те творения, которые, может быть, с точки зрения людей приближаются к божественным творениям, по своему совершенству, по исключительности дара, по тому, как воспринимает окружающие. Вот здесь, может быть, ответы на многие вопросы. То есть гений – это дар, дар Божий, то есть то, что вкладывают родители, то есть это определенный талант врожденный, и в то же время это способность создавать что-то, что приближается вот к совершенным творениям. Ну знаете, мы вот рассуждаем, да, о гениях, но я думаю, что действительно те, кто смотрит сейчас нас, особенно родители и родители, у которых еще маленькие дети, они думают о том же, ну как же, хорошо, вроде немножко разобрались, что такое гений, но как же воспитать гения? Как сделать своего ребенка гениальным? Да, ну это очень хороший вопрос. Мне кажется, вот сегодня появилось очень много молодых родителей, которые хотели бы видеть в своем ребенке гения. И это замечательно. То есть не зря сегодня появляется совершенно новый смысл, вот чего нету в старых словарях. Я специально посмотрел Ожегова, Даля, Брагауза. У них нету такого понятия, как маленький гений, да, как проявление каких-то опережающих, опережающего развития, раннего развития, ранних способностей. А сегодня мы вовсю говорим о гениальности, о маленьких гениях. Видимо, на это есть такой спрос большой. Ну вот здесь, да. Ну как тут не переусердствовать. Дети из Агнатинга, допустим, скажем. Да, есть же такое понятие, что дети Индига, это якобы новое поколение людей, которые рождаются с конца 20-го как раз века, но... Во время нанотехнологий, во время интернета... Все дети, это Индига. Они, в общем-то, все гении, все совершенные, но тут можно испортить ребенка, если неправильно его воспитывать. Что вы об этом говорите? Ну, на самом деле, это еще один термин, да, еще одно слово, с которым надо разбираться отдельно. Я бы все-таки вот сначала с гениями разобрался, да. И мне кажется, что очень важно, чтобы, да, родители чувствовали, что вот ребенок приходит на землю, у него есть какое-то предназначение, есть дар, которому ему дан, и нужно помочь этот дар раскрыть. Потому что ведь есть две стороны, да, когда ребенок в раннем возрасте начинает читать быстро, хорошо знает математику, это совсем не значит, что он станет великим поэтом или великим ученым, правильно? То есть здесь очень важно, чтобы человек через всю жизнь пронес желание вот эту свою возможность реализовать. То есть у него должна сохраниться настойчивость, сохранится стремление действительно создать что-то выдающееся. И поэтому вот родители здесь должны прежде всего очень внимательно, да, то есть они должны прислушиваться к своему ребенку, да, что его интересует, в чем он настойчив, в чем у него есть способности. И самое главное, это не внушить ребенку с детства, что он гений только потому, что он очень рано освоил то, что не сделали сверстники. Сверстники его потом могут обогнать. На самом деле у нас вот очень большая проблема сегодня, я вот уже как учитель с этим сталкиваюсь, А что происходит с детьми, которые с выдающимися достижениями заканчивают школу? Становятся ли они великими учеными, великими производственниками, деятелями культуры? Далеко не всегда вот такая связь есть. Поэтому очень важно, мне кажется, чтобы у ребенка прежде всего воспитывалось желание, свою вот эту вот способность реализовать, настойчивость в достижении своей цели. Усердие, я правильно говорю. Усердие, трудолюбие. Трудолюбие у всех. Вот это вот очень важно. Потому что очень многие дети сейчас ленивы, потому что их внимание занимает что, компьютер, интернет, телевизор и так далее. Да, чего сейчас очень много. В общем, нужно быть гениальными родителями. Расскажите, ну, вот такой вопрос. Вы, безусловно, человек талантливый и человек, который занимается своим делом. Вас же тоже воспитывали, когда вы были маленькими. Расскажите, какое у вас было? Кстати, к Таре, да. Какие родители? Да, безусловно. Я очень благодарен своим родителям. Я считаю, что... Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...